Девушки отдыхают Впредь думай, прежде чем открывать рот Эти спартанцы не понимают, что мёд эффективнее, чем уксус Победа на играх важна для Спарта Думаешь, он сможет? Как-то он избил шестерых человек и быка А ведь он всего лишь вышел за фруктами Он живёт на острове не просто так Где искать твоего атлета? Я отправил его тренироваться на остров в бухте Аида Он как раз для него пустынный Вокруг никого Ищи обломки Нестора на южном берегу Можешь рассказать мне о Панкратионе? Это смешанная борьба Проверка на прочность Атлеты приезжают в Олимпию из самых дальних уголков мира Но уезжают далеко не все Скорее бы увидеть Я отвезу вашего атлета в Элиду Надеюсь, он оправдает надежды Ещё как Ищи его лагерь на южном острове Миссини Удачи Выпью ещё Трепкие напитки Повышают выносливость Да Да стикл Ещё глоток и тренировать Что тебе нужно от великого тестикла? Не видишь, что я занят? Я отвезу тебя в Олимпию Олимпия? О да! Я стану победителем! Победителем! Мы боятые стикл! Да Пора в путь О нет Сейчас я не могу Занят, ясно? И я не знаю, хочу ли я плыть на твоём корабле Хватит! Садись на корабль, не зли меня Успокойся Я как раз собирался Ох, малака Вперёд в Олимпию! Я нужен людям! Ну, плывём Лучше ему выиграть Эстикл Для меня честь Плыть вместе с тобой Я одержал великую победу На фифийских играх Да, верно! Почему ты ударил его в голову А не использовал захват? Просто так А, импровизация Застать соперника Просто плохо Мудрость для тех Кто недостаточно сильно бьёт Ника! Я выиграю! Ты рада, что едешь наиграть, Касанна? Очень Спартан! У-у-у! Крепко войн стой Поправ песок ногами Удача будет с нами Спартанский крепок дух Бессмертны мы, мой друг Это стихия Спартанские стихии Добро пожаловать на Олимпийские игры Веселье уже началось Алкивиад! Но обычно ты Без одежды Ещё не вечер Козочка Ты будешь состязаться, Алкивиад? Конечно Я люблю физические упражнения Во всех проявлениях Да Как думаешь, кто заберёт все венки? Я! Афины, я уверен Будут на высоте Думаю, Мессиния. Тебя опьянил морской воздух? Спарта всегда побеждает в Панкратионе. И не только. Можно многое знать о прошлом, но будущее не предугадать. Кто это? Дурией! Действующий чемпион! Кровожадный, напористый и крайне выносливый. Ревнуешь? Это вряд ли. Мы прибыли сюда, чтобы стоять в порту? Ах, да. Если тебе понадобится партнер для борьбы... Ты куда сочная, Фининин? Я победитель или буду им? Спарта! Жаль, что мускулов у тебя больше, чем мозгов. Пора в путь. Перед борьбой я натрусь маслом. Ну, я бы с радостью помог, если бы ты был в состоянии бороться. Люблю мазаться маслом. Да, это заметно. Да? Знаешь ли. Подойди. Обнимемся. Он умеет плавать? Что ж, похоже, теперь ты за него. Не могу поверить. Неслыханно. И ты хочешь, чтобы выступала я? Занять место покойника. А ты, стикл, еще даже не переварился. Ну же, милая моя, покажи им свою мощь. И мне, кстати, тоже. Куда идти, чтобы попасть на борьбу? На стадион в Олимпии, само собой. О, как я люблю хорошие драки. Иногда борцы гибнут, знаешь ли. Какие еще есть состязания? Бросок копья. Ты должна знать, как это бывает. Атлет толкает свое длинное, гладкое копье. Да, знаю. А еще есть состязания по бегу и гонки на лошадях. Пот повсюду. У слада для моих глаз и носа. Я добуду с партии венок. Придется побороться, ну и пусть. У нас еще есть время. Можно осмотреться. Олимпия прекрасна во время перемирия. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца, тестикла. Он захлебнулся. То есть, лишнего хлебнул. Я заменяю его. Ладно, ладно. Не горячись. Небывалый случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что ж, ладно. Состязание скоро начнется. Что ж, идем. Добро пожаловать. С радостью представляю вам Каллия. Почтенного судью Олимпии. Снискавшего звание чемпиона на этом ресталище. Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! Ну, оставим пустые слова и приступим к делу. Именем Зевса начнем соревнования. Я раздавлю тебя, как муху. Зевс! Нечестно! И это все? Это только начало. Что? Наша участница готова к поединку. Посмотрим, справится ли она с Растом! Удачи! Не моргай, а то получишь! Давай, красавица, ты сможешь! Толпа ликует! Но это не все! То есть? Боги будут довольны, не так ли? Скоро начнется последний бой! Могучая Кассандра против чемпиона Дериея! Ну дела! Подумай только! Я стану другом олимпийского чемпиона! О-о-о! Ты дерешься даже лучше меня! Хотя, если бы Сократ согласился на это... Алкивиат! Ты в порядке? Я был с Димофаном и Калием. Они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Мидеи испил? Мидеи? Думаешь, отравили? Вы что, выпивали? Это же игры! Почему бы и нет? Мы были в Ляне Дайоне. Если тебя отравили, нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или нет? Что ты? Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пироги в честь священного перемирия. Побудь с ним. Я выясню, что случилось. Дай мне палец, и я откушу тебе всю руку. Это действительно был яд. И Алкивиад не единственная жертва. Мир и без того хрупкий. А, да! У. Победы. У. Победы. Мам. 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 Так и есть. Яд! Его добавили в еду и вино. Запах странный, но еда свежая. Список продуктов для праздника. И имя торговца. Схожу к этому приаму. А теперь нам нужно поговорить. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их ради победы. Ради денег. Мой друг Алкивиад, возможно, уже мёртв. А ты говоришь о деньгах. Золотой мальчик? Я был там. Он выживет, если ты достанешь противоядие. Скажи, где оно? Оно должно быть в крепости Кореп. Там, где мне дали задание. Иди туда. Виновный поплатится. Но сперва я разберусь с тобой. Ты заплатишь кровью! Виновный поплатится. Объяснись! Канев! Я не плачусь! Я не плачусь! Ага! 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 Канев, плачусь! Ага! 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот. Противоядие. О! Дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идём. Твой новый соперник Дэриэй. Он ведёт свой рот от самого Геракла. Я готова. Уже билась с олимпийскими чемпионами? Я много с кем сражалась. И у всех них были не только кулаки. Начинаем. Покончим с этим. За Геру. Мы знаем, что вновь прибывшая показала себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли она чемпиона! Дэриэя! Я высосу в морскость твоих костей. Если хочешь жить, старайся лучше! Просто умр. Победа! Да! Боги были снисходительны к ним, к нашим атлетам! Но победитель будет лишь один. Спарта! Твоей будет вечная слава! Ох, Лирон, эш-ди! О, Боги, прошу, помогите! Эти бездуховные свиньи меня погубили! Я пропал! Боги предоставили нас самим себе. Возможно, я смогу тебе помочь. Верно. Вижу, ты человек смелый. Разбойники украли мои бесценные инструменты, хотя они им ни к чему. Помоги, иначе я пропал. Скажи, где эти воры, и я обрушу на них ярость небес. Хвала Зевсу! Я поликлет, скульптор. Прошу, выследи развойников и верни мне инструменты. Стой! Как тебя зовут, Мистия? Я Кассандра. Боги. Неужели правда? Что? Ничего. Прошу, верни инструменты, в долгу не останусь. Тебе, гамец! Тебе некуда бежать! Слышь! У тебя нет! Ух! Давай! Теревку, как пьяная казань! Я разорву тебя! О нет! Спей, держись! Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, я из плоти и крови, как и ты. Что ж, зато жители Лину хорошо мне заплатят. Осталось туда добраться. Проводишь меня? Уверен, тебе там будут рады. Расскажи мне об этой деревне. У жителей Лину своя особая вера. Они усердно трудятся и чтят свою богиню. Они хотят, чтобы я создал статую. Хозяйки Орла. Но... зачем? Жители Лину верят, что ты их покровительница. Почему ты решил, что во мне течёт кровь олимпийцев? Многое о тебе слышал. Жители Лину только и говорят, что о хозяйке Орла. Пойдём в Лину. Со мной ты будешь в безопасности. Прекрасно. Уверен, они осыпят тебя дарами. Тогда идём. Как ты узнал об этой деревне? Моя теория красоты известна многим. Жрицы Лину пришли ко мне в Аргас и умоляли создать для них культ. Аргас? Это далеко отсюда. Они щедро заплатят. Подожникам сейчас нелегко. И кого будет изображать твоя статуя? Тебя, полагается. Меня? У них культ, хозяйки Орла. Мне описали тебя. И довольно точно. Впрочем, я думал, что ты выше, и что нос у тебя поменьше. Что же по твоей теории определяет красоту? Числа. Числа? Да, красота — это уравнение. Всё зависит от соразмерности части тела. От соотношения длины фаланг, пальца, пальца и кисти, кисти и предплечья, предплечья и плеча. И так далее. Пока мы не учтём всё тело. Ха. Числа. Не думаю, что ты живу до этого дня. Ты моя спасительница и прекрасный образец для скульптуры. А теперь отправимся к жрице Гексионе, представимся. Славный поликлет, ты добрался. О, Гексиона, путь мой был нелёгок, но взгляни, что за чудо не спасла ли нам боги. Кто это? Я Кассандра. Та самая миссия. Она явилась как молния с небес и спасла меня от разбойников. Хозяйка Орла. Это неожиданно. Какая честь. Рада встрече. А откуда вы обо мне знаете? Ты верно шутишь? Твоя слава разносится по миру быстрее ветра. Только ты вселяешь надежду в нас, жителей бедной деревушки. И скоро твой образ будет увековечен в статуе. Трудно поверить, что наша покровительница здесь, среди нас. Теперь боги не оставят нас. Спасибо за почести. Буду рада познакомиться с вашими людьми. Спасибо, хозяйка Орла. Твои слуги отчаянно нуждаются в твоей помощи и внимании. Назови их имена. Эм, пастушка Герафилла, её хлева к югу отсюда. Охотник Акатос, который живёт в домике на западе деревни. И юный крестьянин Миналк, его поля на востоке. Кто эта пастушка и что с ней случилось? Герафилла пасёт коз. Недавно с ней случилась беда, на её стадо в лесу напали волки. Что расскажешь об охотнике? Акатос подвернул лодыжку и не может охотиться. Это очень его тревожит. Ты могла бы его успокоить. Кто этот крестьянин? Миналк думает, что проклят. Посетив его, ты могла бы вернуть ему надежду. Я постараюсь помочь твоим людям. О, эти люди не мои. Мы, жрицы, лишь твои скромные слуги. Не более того, когда поговоришь со всеми, возвращайся ко мне. Мы с сёстрами хотим устроить пир в честь твоего пришествия. Ты ламваны, хора. Ты ламваны, хора. Крики. Ты ранена? Нет. Меня спасла ты. Вот как? Я ношу с собой фигурку твоего орла. Как оберег. Но я так испугалась, что выронила её. Я поищу твой оберег. О, спасибо, 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 спасибо. Где на тебя напали? Я вела стадо к пастбищу через лес, к югу от города. Мне говорили, что там живут волки, но я подумала, может, повезёт. Опиши свой оберег. Ну, он простой. Орёл, вырезанный из дерева. Едва ли он достоин твоей божественной славы. Но меня всегда спасал. Мне жаль, что сейчас он тебя не защитил. Нет, это я должна извиняться. Я же потеряла оберег. Я боялась, ты будешь злиться. Нет, нет, конечно, нет. Не волнуйся, я найду твой оберег. Следы. Рядом волчье логово. Герафила обронила её, когда напали волки. Кровь. Волки убежали туда. Козёл из стада Герафилы. Вернее, то, что от него осталось. Логово волков, напавших на стадо Герафилы. Стоит проверить. Козёл. Только! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волк принёс сумку сюда. Любопытно. Будто его вели. А, вот и оберег. Неуязвимая хозяйка орла. Ты сражалась с волками так смело, будто тебя вёл сам Арес. Откуда ты знаешь? Жрица приносит жертвы, чтобы знать всё о твоих подвигах. Правда, что ты нашла оберег? Мне просто повезло наткнуться на него. Волки утащили оберег к себе в логово. Держи. Спасибо, хозяйка орла. Благословишь его? Зачем? Просто научись замечать мир вокруг. И зови меня Кассандрой. Спасибо, ха... Кассандра. Почему ты покинула меня, хозяйка орла? Чем я заслужил гнев Олимпа? И как мне искупить вину? Покинула? Я тебя впервые вижу. А? Кто? Ты? Да, я. А что случилось? Я проклят богами. День и ночь слышу их голоса и вижу кошмары. Я не могу работать, и посевы чахнут. Почему тебя прокляли? Не знаю, в чём я виноват. С тех пор, как я унаследовал хозяйство отца, мне не дают покоя эти голоса. Не поспать, не отдохнуть, не остаётся никаких сил работать в поле. Что это за проклятие? Боги предрекают ужасное. Небеса разверзнутся, мои поля затопят дожди. Из глубин вылезут мерзкие твари и сожрут посевы и меня самого. А потом всё живое поглотит земля. Я осмотрю твоё хозяйство, постараюсь выяснить, в чём дело. Спасибо. Ты ведь с Олимпа? Боги послушаются тебя. Возможно, но сначала нужно выяснить, в чём причина твоих бед. Может, боги здесь вовсе ни при чём? Вода в горшке смердит, словно стикс. Судя по всему, она заражена. Вряд ли боги приложили к этому руку. Ну и смрад. Мог ли он свести с ума, Миналка? Интересно, сгнил ли урожай в амбаре? Это были священные вазы. Если их разбил Миналк, он мог навлечь гнев богов. Неужели Диметра и Дионис наказывают его за богохульство? Вы только посмотрите. Никому нет дела до этих подношений. Нет, к богам нельзя так относиться. Жаль мне Миналка. Он думает, что стал жертвой высших сил, а по мне это глупости. Почему глупости? Пожелай ты его наказать, ты бы просто приказала Орлу выклевать ему глаза, а не портила посевы. Думаешь? Уверен. Ты, хозяйка Орла, стрела Артемиды, щит Афины, дитя Зевса, не владыка чахлых полей. Ты выше этого. Так в чем же причина его бед? Его растения чем-то больны, и это сводит его с ума. Я все осмотрела. Рокли ли Миналка боги? Или это всего лишь земная болезнь? Мне надо с ним поговорить. Хозяйка Орла, ты узнала, почему я проклят? Твои посевы заражены, оттого у тебя и помутился рассудок. Что же делать? Как задобрить богов? Боги здесь ни при чем. Я сожгу амбар вместе со всем гнилым урожаем, и твоя голова прояснится. Я надеюсь, это поможет. Весь мой труд обратился в пепел. Кто сказал, что будет легко? Ты права. Выбора не было. Знаешь, мне уже становится лучше. Благодарю тебя за помощь. Хайре, что случилось? Это ведь ты недосягаемая хозяйка Орла. Я спустилась с Олимпа, чтобы посетить Лину и повидать всех славных жителей деревни. Чудо! Благословение небес! Я не достоин говорить с тобой. Хватит унижаться. Жрица сказала, что тебе нужна помощь. Говори. Я опозорился. Обычно я охочусь для своей семьи и для деревни, но недавно я подвернул лодыжку и теперь едва хожу. Я не достоин твоего внимания. Любой может подвернуть лодыжку. Продолжай. Мирто, моя дочь, пошла на охоту вместо меня. Она храбрая, но неопытная. Её давно не было. Я беспокоюсь. Я найду её. Ты должно быть Мирто, дочь Акатоса. Да. А кто ты? Я Кассандра. Хозяйка Орла? Эти леса могут быть опасны для простых людей. Ты долго не возвращалась. Твой отец умолял тебя спасти. Поверить не могу. Надеюсь, ты во мне не разочарована. Дитя, твой отец должен гордиться. Отец учил меня охотиться, но это трудно. Я так и не добыла для него особое оленье мясо. Боюсь, он разочаруется во мне. Да, охотиться трудно. Знаешь, вернись к отцу, чтобы он не волновался. А я добуду это мясо. Как скажешь, хозяйка Орла. Благодарю тебя, хозяйка Орла. Кассандра, ты добыла нам мясо? В лесу много дичи, а Артемида была благосклонна. Ты знаешь Артемида? Ты не говорила? Мирто, успокойся. Извини. Нет, Мирто, я её не встречала. Но она присматривает за всеми охотниками. Чти её, и станешь такой же ловкой охотницей, как твой отец. Ох, дивная хозяйка Орла. Твоё имя у всех на устах. Мы с сёстрами хотим устроить в твою честь пышное празднество. А ты будешь нашей главной гостьей. Как вам угодно. Но в твоём внимании нуждается ещё один человек. Халки поволнуется за брата. Он весьма странный. Будто безумный. Или, быть может, избранник богов. А, вот и она. Прошу, помоги ей. И тогда мы отпразднуем. О, боги, это ты! Это я. Это ты, о, боги. Мои молитвы услышаны. Расскажи о своём несчастье. Ты пришла помочь мне? Эээ, ну, я постараюсь. Спасибо. Моего брата зовут Калистрат. Он всегда был чудным. Но в том году его будто боги прокляли. Ну, то есть, другие боги. Не ты. Забудь. Продолжай. Его дом недалеко от деревни. Брат живёт там один. Недавно я проходила мимо и услышала какие-то жуткие звуки. Мне кажется, с ним что-то случилось. Нужно навестить его, но я боюсь. Я схожу к нему. Спасибо. Спасибо тебе. Ты так добра. Так щедра. Так мила. Спасибо. Расскажи о своём брате. Калистрат вечно что-нибудь выдумывает. Недавно он решил вывести кур, несущих гигантские яйца. Говорил, одно яйцо, вся семья сыта. Так он хотел разбогатеть. Что случилось с Калистратом? Не знаю. Может, к нему забрался лев или волк? От тех звуков у меня волосы встали дыбом. Но ни один зверь не одолеет хозяйку орла. Надеюсь, брат жив-здоров. Где дом твоего брата? У него большой двор на северо-востоке. Впрочем, он почти заброшен. Брат вечно занят всякой ерундой. Я узнаю, что случилось с твоим братом. Беги отсюда! Ты навлечёшь на нас гнев с темфолит! Чей гнев? А ты ещё кто такая? Та, кто спасла тебе жизнь. Мог бы и спасибо сказать. Ха, непонятно только, зачем было убивать моих кур. Следи за языком. Твоя сестра усердно молилась, чтобы я пришла помочь. Не зли меня. Ну, передай ей, что я жив-здоров. Интересно, что будет, если скрестить козу из мясары со львом? Или со змеёй? Думаю, на этом можно разбогатеть. Халкипа, твой брат... Подобных ему нет, но он жив и, кажется, здоров. Спасибо тебе. Да, он странноват. Но ты... Ты ответила на мои молитвы. Я посвящу жизнь служению тебе. Жрицы готовят грандиозное пиршество. Мы будем чествовать тебя всей деревней. Это будет потрясающе. Кассандра, беда. Мирта заболела, ей очень плохо. Веди меня к ней. Девочка так ждала праздника в твою честь. Хлопотала, радовалась. Бегала вокруг, а потом внезапно потеряла сознание. О, хозяйка орла. Ты поможешь ей? Вы видели, что произошло? Она не ранена? Укусов змей или насекомых нет, но у неё сильный жар. Когда она упала в обморок? Когда готовила мясо к празднику. Ей велела заняться этим жрица. Где сейчас Гексиона? Не знаю. Слышал, что она звала на помощь, успокаивала жителей. А теперь вот пропала. И это очень странно. Поговорю с остальными, может они что-нибудь знают. И постараюсь найти жрицу. Хозяйка орла, не гневайся на меня, прошу. Что? О чём ты говоришь? Нам всем известно, как ты страшна в гневе. Жалься. Мы не такие, как эта дерзкая Мирта. Что она сделала? Я не знаю. Но Гексиона сказала, что Мирта совершила тяжкий проступок. И ты наказала её всем нам в назидание. Что за глупости? Нужно найти Гексиону. Скажи мне, старец, где найти Гексиону? Ты должен знать. У жрицы и её сестёр есть тайное пристанище. Никто не знает, где оно. Оно спрятано от чужих глаз. Больше сказать не могу. Не то прогневаю их. Или тебя. Жрицы не смеют говорить за меня. Отвечай, где они? Хорошо, хорошо. Их убежище в пещере возле границы с Элидой. Что ж, покончим с этим. Гексиона! Почему ты сбежала из Лино? Не то вас постигнет гнев хозяйки Орла. Не сердись. Мы хотим того же, что и ты. Я хочу узнать, что случилось с Миртой и как ей помочь. Мы усердно молились, и боги дали нам ответ. Её спасёт растение из священной пещеры. Но мы не можем спуститься туда. Смертных там ждёт лишь гибель. Тогда я пойду. Ты ж корак анпетевиш! Эй! Ой, Зевс! Ну и зверь! Жрицы ждут, что я стану дерьмом медведя? Молодцы! Сперва зверь, потом растение. Думаю, жрицы ожидали увидеть растерзанную богиню, а не разъярённую мистью. Но оно сгодится разве что свиньям на корм. Оно не поможет! Малака! А я говорила, что нужно было молиться и наземному духу. Вы обе замолчите уже, когда священный медведь съест сердце хозяйки. Гексиона! Медведь убит! Ты здесь? Ты жива? Да, жива. И очень зла. Если у вас нет лекарства для бедной Мирта, то... Ээээ... То что? Закройте ваши грязные рты! Вы отравили Мирта, чтобы навредить мне! А когда я нашла вас, решили скормить меня медведю! Да! Нет! Мы не хотели! Не хотели? Лживые малаки! Вьёте верёвки из жителей Лину и живёте за их счёт, пользуясь моим именем! Всё так! Верно, божественная! Я не богиня грязной свиньи! Дайте зелье для Мирта, или я раскрою ваши черепа! А теперь прочь! Вот снадобье для Мирта! Скорее! Нужно дать ей его! Кассандра! Чшш! Отдыхай! Получилось! Едва! Иди, поговори с жителями! Загляните в себя! Вы поймёте, я не богиня! Ваша жизнь в ваших руках! Может и так! Но ты спасла мою дочь! Я этого не забуду! Спасибо, хозяйка Орла! Ты научила нас ни от кого не зависеть! Когда статуя будет готова, она будет напоминать жителям деревни о том, что им нужно самим вершить свою судьбу!